Такая буду сегодня деловая, посмотрите, я как будто в школьной форме, правда. Еще сейчас хвост сделаю. Это, кстати, была любимая моя прическа в школе, ну не любимая, просто самая быстрая. Хвост, косичка и еще хвост. Иногда было разнообразие, и хвост я делала вот здесь. Привет, красотка, и сегодня у нас долгожданная тема, мы поговорим, наконец-таки, о питании, но важно сделать такие две поправочки в самом начале. Во-первых, в названии вы увидели слово нутрициолог, и важно сказать, что я еще только в процессе, я еще не окончила обучение, но даже когда я закончу обучение, получу этот сертификат и буду нутрициологом, я не считаю, что меня можно будет назвать гуру этого дела, и что я буду все знать. Это вообще, как мне кажется, невозможно. Я на своем опыте убедилась, что чем больше я погружаюсь в какую-то тему, тем больше я понимаю, что я ничего не понимаю, и что нужно копать глубже и шире. Но сегодня мы поговорим о 10 таких универсальных советах в области питания, неважно какой. Это, кстати, вторая поправочка перед началом этого видео. Неважно, на каком типе вы питания сейчас находитесь, это универсальные советы, которые подойдут всем, и это, конечно, взято не из моей головы. Это все доказано опытным путем, это данное исследование, но я сегодня буду говорить не сухую вот как бы информацию, а немножко адаптированную для нашей современной жизни. Погнали! Первый совет можно обличить в такую фразу. Еду нужно пить, а воду нужно есть. Вот такие новости, девочки. О чем вообще эта фраза? Наше пищеварение начинается, на самом деле, уже у нас во рту. То есть, когда мы перемешиваем кусочки пищи со слюной, часть нашей пищи уже начинает перевариваться. И чем обильнее мы смочим нашей слюной каждый кусочек пищи, тем легче будет нашему желудку, потому что, на самом деле, мы есть не то, что мы едим, да, как фраза эта популярная говорит, мы есть то, что мы едим. Поправочка небольшая. Мы есть то, что мы усваиваем, потому что мало что-то съесть. Важно то, что организм из этого комка пищи усвоит, так скажем. Вернемся к этой фразе. Пищу нужно пить. То есть, это не большие куски, которые мы ели, проглотили, а это настолько пережеванная пища, что это почти как напиток. Один из преподавателей на курсе нутриоциологии, где я обучаюсь, обязательно включает эту практику в работе с клиентами. Я, конечно, не работаю с клиентами. То есть, я учусь для себя, для своей семьи, вот для вас. Какая практика? Когда вы едите пищу какую-то, едите свое блюдо, вы берете кусочек вилкой, например, кладете эту порцию в рот и, внимание, что нужно сделать? Отложить эту вилку, просто убрать ее из рук. Потому что что делаем мы на автомате? Мы еще не переживав, уже тянемся вилкой к другому кусочку. Мы даже это можем не заметить. Но как раз-таки, опять же, эта неосознанность заставляет пищу уживать очень мало. Буквально раз-два, и все, мы глотаем. Потому что уже на подходе следующая вилка, вообще-то. Теперь разберемся с тем, что воду нужно есть. Что тут имеется в виду? На самом деле, тоже все просто. Это совет о том, что, когда мы пьем воду, желательно ее не пить вот так вот чисто, знаете, вливая в себя потоки литрами и никак не коммуницируя, опять же, со слюной. А пару-тройку раз сделать челюстями такое вот движение оживательное. Может, это максимально странно показаться. Я так делала уже, кстати, года два. И сейчас я даже не представляю, как можно по-другому выпить воду. Мне очень эстетично появляется в кадре моя бутылка, потому что я как раз хотела попить, но не взяла с собой никакой кружки. А на студии мне не хочется брать чужую посуду. Иногда можно подумать, мне кажется, что я рекламирую воду, потому что я очень часто о ней говорю. Но сегодня я более подробно остановлюсь на этом пункте, а именно я назову норму воды для каждого человека. Это, собственно, не сложная формула. 30 миллилитров воды на килограмм веса. Скажем, я вешу 53 килограмма. Значит, моя норма, спасибо, калькулятор, значит, моя норма воды за день это литр 590. То есть не менее. Но что, например, новое для меня было, это то, что рекомендуется пить именно теплую воду. То есть, ну, ничего страшного, если у вас только перед вами холодная вода, но если у вас есть выбор сейчас немножечко теплую воду выбрать или холодную, то отдавайте предпочтение именно теплой воде. Там очень много смыслов этого действия на самом деле. Одно, например, из преимуществ, что теплая вода только теплая. Холодная такое не может. Только теплая вода способна омывать стенки кишечника и очищать их от остатки пищи, от затвердевших каких-то жиров. И вот такой замечательный вопрос в этой теме мне иногда задают. Саша, а почему, если так важно пить много воды, я не хочу пить? То есть, наверное, если бы это нужно было, мой организм и подсказывал мне. Тут такой моментик. У нас в нашем головном мозге центры, которые отвечают за жажду и за голод, очень близко находятся. И иногда человек, который не привык вообще пить, и для него с детства это не есть норма, что нужно просто теплую воду обычную пить, чистую, да, человек просто со временем теряет эту способность распознать сигналы. И когда он на самом деле хочет пить, человек решает, что он хочет есть и засовывает в себя что-нибудь, ну, перекусывает, например. Так что очень хорошая практика просто попробовать, да, когда чувствуете голод и понимаете, что в принципе-то последний раз вы ели не там 6 часов, не 4 часа назад, а буквально 1,5 часа назад, попейте воду и посмотрите, что будет чувствовать ваш организм. Но это все нарабатываемое. Опять же, вот норму воды будете стабильно выпивать и будете со временем хотеть пить. У нас есть разные самые способы, как себя можно стимулировать, купить красивую бутылку воды. Это не самый красивый вариант, но на самом деле есть очень красивые разные стильные бутылочки. Это просто очень удобно. Мне ночью очень удобно пить, она вот так вот открывается. Это, если что, бренд-система. Третий совет по питанию. Это из всего множества вариантов пищи стараться отдавать предпочтение необработанной, не рафинированной, цельнозерновой. Примеры сразу же, чтобы не говорить умными фразами. Вместо белого риса мы выбираем бурый рис. Вместо белых макарон обычных мы выбираем цельнозерновые. Короче говоря, любые продукты, которые теряют при обработке свою оболочку, вместе с клетчаткой они теряют львиную долю полезных компонентов. Поэтому есть смысл это делать. Опять же, без фанатизма, если вы любите рисовую кашу вот только, да, белую, ну ничего страшного, если вы будете время от времени ее есть. Таких продуктов на самом деле множество, великое множество. Причем раньше этим даже гордились, там, не знаю, мука, там, высший сорт, когда появилась на прилавках, это, о боже мой, там написано, мука высшего сорта. Раньше такое только там на столах у супербогатых людей было, а сейчас вот все могут позволить. Так а что в этом классного? Там ничего, собственно, нет. А, кстати, она еще и дороже. И вообще важный такой момент, помимо пользы и всего хорошего, они не дают самого главного того, что должна давать еда. Долгое насыщение и энергия. То есть, когда мы выбираем что-то цельнозерновое, это нужно понимать, в составе идут сложные углеводы, и они дают нам энергию в течение длительного времени и постоянно. Просто вы забываете о том, что существует еда на 3 часа, поев вот такую пищу. Четвертый совет, который я узнала в свои 21 год. То, что нужно замачивать, оказывается, перед употреблением любые бобовые, любые орехи и в идеале даже семена. Иногда я это упоминаю в своих сторисах, сразу куча вопросов. Почему? Что? Зачем? Я раньше об этом не знала. Все на самом деле просто. В бобовых, в орехах, в семенах есть такая штука, как фитиновая кислота. Сама по себе она не вредная. Суть в том, что она сдерживает усвояемость некоторых компонентов, например, таких как железо. Одна из самых распространенных проблем питания – это железодефицит. Так вот, эта фитиновая кислота, как бы вот представляете, она просто берет железо, оно хочет всосаться в вашу кровь и усвоиться вашим организмом. А фитиновая кислота, она как ингибитор это называется. Она его сдерживает, просто не дает. И большинство пользы из орехов, которые мы можем получить, из бобовых, которые мы можем получить, она не усваивается. Опять же, вспоминаем ту фразу. Мы есть не то, что мы едим, мы есть то, что мы усваиваем. Здесь сейчас я вам оставлю такую памятку, на сколько часов что нужно замачивать. Кажется в самом начале, что это слишком сложно, когда это входит в привычку, это вообще частью тебя становится. И я, например, кешью орех полюбила только в замоченном виде. И мне настолько не нравился его вкус в сухом виде, и когда я его замочила, я не знаю, это теперь какое-то райское наслаждение для меня. Это настолько сливочный, настолько мягкий, вообще другой вкус. А еще для меня это большой плюс. Например, когда я замачиваю пекан или какие-то более твердые орехи, например, миндаль, что они становятся более мягкими, и для наших зубов это намного лучше. Ну, для меня вы знаете, да, в частности, у меня вообще с зубами отдельная история. И твердые орехи мне вообще противопоказаны. Так вот, замоченные орехи я теперь с удовольствием ем. А, я не сказала важные. Фитиновая кислота прекращает свои действия при контакте с водой. Именно поэтому нужно, да, замачивать. Пятый совет будет актуален абсолютно всем. Вот я более чем уверена, что каждый так делал, а именно ел и делал что-то параллельно. Хоть что, смотрел телевизор, разговаривал по телефону, залипал в инстаграме, смотрел все это видео. Возможно, даже сейчас вы едите и смотрите, например, меня. Представляете, насколько наш организм умный, что когда он видит определенный продукт, когда он понимает сейчас, что, ого, передо мной кабачок, например. Мы видим его, даем сигнал в мозг, что сейчас мы будем есть кабачок. Уже начинает вырабатываться слюна. Нужны ферменты, чтобы его усвоить, понимаете? И желудочный сок начинает работать. Это все настолько умная система, и мы ничего этого, конечно, не видим, не замечаем. Ну, и надо нам, это нет. Но помочь мы можем себе тем, чтобы просто осознаннее, немного осознаннее питаться. Кстати, есть интересные эксперименты, основанные на том, что если одну и ту же пищу человек будет есть, и вот просто в своем темпе, да, быстренько перекусил и пошел, или осознанно каждый кусочек долго пережевывая, наслаждаясь процессом, смотря на него, чувствуя, то насыщаемость этой же пищей происходит намного быстрее. Следующий совет был лично для меня болью, но игнорировать факты невозможно, поэтому делюсь с вами. Дело касается кофе. Кстати, кофе вообще продукт еще ого-го какой обсуждаемый, и много мифов на него накладывают, бедный кофе. На самом деле доказанного мало, доказанного и плохого мало, но из доказанного и существенно важного это то, что выпитая кружка кофе во время пищи или сразу после приема пищи не дает усвоиться... Внимание, цифры. 30% железа, которое было в вашем блюде, в вашем приеме пищи. Это дофига. Почему я акцентирую именно на этом? Много, конечно, всяких экспериментов, что усваиванию мешает, что с чем не сочетается, но это такой, знаете, повседневный бич, я бы сказала. Потому что все любят кофе, все пьют кофе и не по разу в день, и почти у всех железодефицитная анемия. Ну, это уже, конечно, диагноз, но почти у всех недостаток железа есть. Поэтому на это стоит обратить внимание. Вы, например, думаете, сейчас хорошо сделаю своему организму, поем порцию гречки, съем зеленое яблочко, и будет у меня хорошая порция железа. И потом запивайте все это кофейком, и до свидания. Поэтому просто стараемся и пытаемся выжидать хотя бы час после приема пищи, чтобы выпить свой кофе. Сложно. Сложно. Очень привлекательная идея, конечно, пить кофе сразу после обеда. Это настолько... приятно. Следующий совет вам может показаться капитаном очевидности, но я немного углублюсь в эту тему о том, как важно не переедать. Зачастую мы переедаем когда? Когда нам очень вкусно, потому что мозг и желудок, они как бы перестают вместе общаться. Мы как будто не чувствуем уже наполняемость желудка и просто едим, потому что нам хорошо. Пока уже настолько плохо нам не станет, что мы вот так откинемся и скажем, о боже, как я объелась. Я не буду вдаваться в подробности, чем чревато переедание, почему это так плохо. Мне кажется, все это уже знают, но я хочу не поверхность айсберга рассматривать, а как бы поглубже немножко покопать. Мне кажется, у большинства с детства, со времен нашего воспитания, было такое, пока кашу не доешь и за стола не выйдешь. К чему это ведет? Нарушение пищевого поведения в зрелом, в более зрелом возрасте. Человек перестает чувствовать свой организм. Вот эта чуйка нам дана от природы. Только, пожалуйста, не думайте, что я всегда все эти принципы соблюдала, и что всегда родилась просто с этой информацией, всегда так делаю и делала. Нет, на мое отношение с едой очень сильно повлиял Денис, я не раз уже об этом говорила. Приведу пример из этого пункта. Мы могли пойти в какой-нибудь ресторан, там было просто наивкуснейшее блюдо, и я там заказала и первое, и второе. И вот я ем и понимаю, что настолько вкусно, но я уже наелась, я уже настолько наелась, что мне уже дышать тяжело. А Денис спокойно абсолютно, там могло быть дорогое блюдо, оно могло быть просто невероятно изысканно приготовлено. Сегодня у нас там торжество, пир и так далее. Он просто отставлял в сторону тарелку, потому что он наелся. То есть как бы элементарно, да? Ты наелся, какая разница, насколько вкусно, насколько дорого, насколько долго готовил повар. Ты наелся, это сейчас в приоритете. Как же это было мне тяжело осознать. Но так будет честно, честно по отношению к себе, к своему организму. Вопрос, который стоит себе задавать в такие моменты, ты живешь, чтобы есть, или ешь, чтобы жить? Я уже запуталась, какой у нас там пункт идет, но, наверное, я это как-то в монтаже буду пририсовывать. Короче говоря, поговорим про сладкое. Вот скажите мне, с чем у вас ассоциируется сладкое? Почему-то очень много подобных вопросов мне приходит. Саша, ты что, вообще никогда не можешь себе позволить есть сладкое? Ты как, как ты, вот как ты к этому пришла? То есть даже когда очень хочется, вот меня почему-то тянет на сладкое. Девочки, я ем сладкое. Я каждый день ем сладкое, и я так же кайфую от сладкого. Сладости – это замечательно. Сладкий вкус, более того, нам необходим по природе. Это наш любимый вкус с самого рождения. Мы с грудным молоком получаем сладкий вкус. Это наш первый вкус. Это вкус удовлетворения максимального. Поэтому, когда человек хочет перейти на более правильное питание, отказываться от сладкого – это, раз, бессмысленно, два, вредно даже для твоей психики, потому что сладкость – это часть жизни, это нормально, это вкусно. Вопрос только в том, какое это сладкое. Например, килограмм конфет – это сладкое. Но и 2-3 финика к чаю – это тоже сладкое. Если мы поговорим о норме сахара за день, то это до 25-50 грамм сахара в день. Это примерно 5 чайных ложек сахара за день. И это весь сахар. То есть это весь сахар, который вы едите в чистом виде, который вы едите в составах консервной банки, который есть в каком-нибудь соусе, и вы даже не подозреваете, что там есть сахар. Это все сладости, все десерты, булочки и так далее. Это просто полезно знать. То есть я не говорю о том, что это нужно подсчитывать. Это наоборот, когда мы уходим в подсчеты, слишком сильный контроль и без специалиста, да, а чисто сами с собой, еще с угрызением совести, то это путь не в хорошую сторону. Но просто осознавать, что это примерно, то есть это 5 чайных ложек сахара. Например, вот в такой баночке Кока-Колы 200 мл находится 7 чайных ложек сахара. Я поняла для себя, что иногда нашему мозгу просто важно это знать, важно это понимать и прикидывать. И иногда он просто некоторые хотелки даже не будет рассматривать, их просто не будет. То есть это идет не от запрета, а от осознания. Помните великую цитату Парацельса. Все есть яд и все есть лекарство. Это знаете, как с Лермонтовым, помните, в позапрошлом видео? Сейчас так же будет, что это сказал не Парацельс, и вообще фраза не так звучит. Ну-ка, интересно. А нет, все правильно, девочки. Именно цитата Парацельса. Все есть яд и все есть лекарство. А, и там есть продолжение, кстати. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Офигенно. Офигенное дополнение. Спасибо. И это мы мягко переходим в пункт к составам. О том, как важно читать составы. И что, слава богу, пока что у нас в России, я не знаю, насколько в других странах, но у нас обязуются, конечно же, писать, прописывать составы каждого продукта в магазине. И мы можем понять, что туда входит. Помимо того, что указано маркетинговой компанией, у них просто на упаковке. Потому что зачастую это вообще небо и земля, ты смотришь такое название. Для правильного питания, диетическое, нет сахара. Открываешь там на первом месте фруктоза. Ну, это, блин, то же самое, что сахар, просто слово заменили. И мягко мы приближаемся к самому важному. Фундамент нашего здоровья. Фундаментом всего вообще должно быть просто сбалансированное питание. А не какие-то вспышки время от времени. Типа, вот, я прочитала очень классный детокс. Вот диета на 7 дней, вот классный курс программы. Уберем лишние сантиметры стали. Вообще в этой теме сейчас можно заблудиться очень сильно, запутаться. Отсюда какие-то рекламные марафоны, диеты. Я хочу донести, что важно только то, что мы делаем каждый день. А не то, что мы делаем время от времени. И это, кстати, не только питание, разумеется, касается всего. Чаще всего любые ограничения, любые диеты, которые пришли к нам в мозг не из разряда «я хочу себе помочь, я хочу просто делать жизнь свою качественнее и здоровье лучше», а из разряда «ах, вот я такая жирная, еще и слабовольная, не могу что ли я сдержаться, не ездят за дольку шоколадки». Вот такие штуки, они имеют всегда очень долгосрочный эффект. И, скорее всего, даже обратный эффект. То есть, если вы даже что-то сбросите, если вы визуально как-то станете лучше, то, что потом все равно наберете, и потом все равно ваше отношение с едой опять ухудшится. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы каждый день есть ваши любимые конфеты, но если вы точно так же каждый день едите нормальную пищу, и у вас в целом сбалансированный рацион. Это намного лучше, чем 7 дней сидеть строго на диете, но просто нереально жаждать этой конфеты. И потом, когда ты съел уже одну конфету, обожраться всем килограммом, забить на эту диету. Я прям очень рада, что мы на учебе разбирали вот именно психологическую подоплеку с питанием, потому что это чуть ли не фундамент. Просто огромная есть взаимосвязь между психическим состоянием человека и его взаимоотношением с едой. Часто это просто прямо пропорционально. Ну вот, вроде бы и все. Дайте, пожалуйста, мне знать. Хотите ли вы развивать эту тему на моем канале? Точнее, хотите ли вы, чтобы я развивала эту тему на моем канале? Например, идея для следующего видео, чтобы я собрала топ-10 каких-то продуктов, которые стоит включить в рацион. И самое главное, как это сделать максимально вкусно для себя. Потому что один из самых распространенных мифов, что все, что полезно, оно невкусно. Нифига подобного. Важно просто это делать постепенно, незаметно, где-нибудь там прятать вкусы. Потихоньку наши пищевые привычки меняются. Это самое классное на самом деле. Будьте здоровы и улыбайтесь чаще. Я забыла подписку на инстаграм уже включить в это видео. Девочки, подписывайтесь, если хотите. Всех приглашаю. Там я каждый день. Там я делюсь очень часто рецептами. И можно со мной пообщаться. Вот. Все. Теперь точно пока. Субтитры сделал DimaTorzok